всем привет часто в комментариях вы меня спрашиваете что такое капиллярные маты сейчас я покажу вам что такое капиллярный мат и каким образом он укладывается на поддон для использования капиллярных матов вам будет необходим какой-нибудь поддон либо контейнер на который мы будем укладывать наш мат желательно конечно чтобы он был без повреждений таких трещин чтобы у него не было сколов и так далее у меня вот такой вот поддон размер его 60 на 40 я его очень хорошо промыла ошпарила кипятком перед тем как мы будем укладывать наш мат я дополнительно еще укрепляю этот контейнер этот поддон пленкой пленку я использую толстую если честно я не помню ее толщину но вот это необычная это такая вот прям плотная толстая пленка покупаю я ее в строительных магазинах можно наверное покупать ее в садоводческих магазинах ну вот такая вот у меня пленка пленку мы прокладываем на дно поддона я ее делаю с хорошим запасом для того чтобы потом ее закрепить чтобы было быстрее я вам покажу как я вот уже закрепила эту пленку закрепляю я ее скотчем у меня контейнер имеет такие вот бортики и когда я закрепляю скотч мне прямо заворачиваю скотч вот вот эти бортики таким образом очень удобно дальнейшем контейнер мыть вернее я уже мой получается не сам контейнер а вот эту вот пленку так как она у меня толстая я уверена что она у меня нигде не протекает соответственно мне достаточно просто потом ополаскивать вот эту вот пленочку наш мат я уже вырезала его по размеру своего контейнера своего поддона вы можете естественно вырезать так как вам удобно маты обычно продаются их ширина 60 сантиметров длина вы можете какую хотите такую себе и выбираете длину соответственно когда ваш мат приходит к вам от продавца вы его разрезаете по размерам вашего контейнера я разрезаю его с запасом можно его вырезать ровно по вот этому вот дну но мне это оказалось не очень удобным поскольку когда я наливаю туда воду сверху на мат если он был бы у меня ровно по дну то соответственно вода у меня будет затекать под мат а мне нужно чтобы она вся у меня впиталась именно матом поэтому я вырезаю мат чуть-чуть побольше чтобы вот он у меня немножко задевал бортики не обязательно чтобы он прям так сильно выпирал как у меня можно чтобы он немножко загибался но вот лучше когда вот он хоть чуть-чуть загибается соответственно чтобы у вас была такая вот как чаша получилось теперь получается когда я налью сюда воду на этот контейнер у меня уходит литр воды больше я не наливаю вы должны прочитать когда мат и покупаете прочитайте его свойства разные производители указывают разную влагоемкость мата влагоемкость это то количество воды которое может впитать мат на определенная свою ширину надо посмотреть чтобы если вы вдруг не можете этого посмотреть уже купили не знаете вы можете это просто проэкспериментировать наливаете воду пальцем проверяете сколько ну как она сильно вода у вас потом проступает обратно а вода не должна прям сверху хлюпаться она должна впитаться если вода уже у вас сверху стоит значит вы уже перелили и это уже нехорошо значит мы уложили наш капиллярный мат блестящей стороной вниз сверху у нас такая вот черстяная войлочная ткань остается для того чтобы мат у нас меньше пачкался также чтобы корни растений не прорастали в сам мат производитель нам еще предлагает застелить сам мат вот такой вот пленкой эта пленочка имеет дырочки я в своих видео в предыдущих показывала как сделать капиллярный мат своими руками можете полистать у меня в ленте или можете ввести хэштег фиалкамир мастер-класс у меня там рассказано как можно сделать капиллярный мат своими руками и вот как можно сделать такие вот дырочки здесь вот производитель нам уже дает готовую пленочку мы ее укрываем вот этими вот полосками вниз то есть пупырчатая сторона у нас должна быть снизу но получается как она пупырчатая с обеих сторон но вот с этой стороны вот она более шершавая и вот здесь полосочки значит нужно уложить его вот так пленку я также вырезаю с запасом зачем я это делаю во первых чтобы было мне удобнее подвернуть ее под мат чтобы она у меня не телепалась везде не торчало вот так вот я ее просто вот так вот подворачиваю под мат пленка бывает белого цвета и черного цвета я покупаю черного цвета мне кажется что это более эстетично поскольку если бы она у меня была белого цвета то на ней будут видны все вся грязь как бы она быстрее у меня будет свести так значит вот так вот края вот именно с этой стороны можно не загибать если вам не нравится вот так вот не эстетично можно также это сделать чем-то закрепите либо ровно подрезать но у меня очень плотно стоят поддоны поэтому меня вот этих всяких нюансов их не видно они просто у меня закрыты розетками вот у нас готов поддон с капиллярным матом повторюсь еще раз на такой вот размер 60 на 40 я выливаю 1 литр воды хочу обратить ваше внимание на что очень важно при использовании капиллярных матов иметь очень ровную поверхность вот прям ее нужно вымерять чтобы у вас вот как бы не было никаких перепадов потому что если у вас будет неровный стеллаж либо неровный стол полочка ну где вы будете размещать ваш контейнер то у вас получается вода будет распределяться по мату неравномерно и какие-то растения например вот с этой стороны у вас будут постоянно влажные поскольку у вас вода стекла все в эту сторону с этой стороны у вас растения будут сухие если у вас один-два поддона вы можете это проверять смотреть как-то потом выставлять его уже потом этот поддон ровно но лучше изначально это все дело вымереть и поставить их на ровную поверхность потому что у вас потом могут возникнуть ну действительно это будет очень неприятно у вас вы можете просто загубить ваше растение вы будете думать что вот вы налили воды у вас так все хорошо а у вас просто одна часть будет пересушенная другая часть у вас будет сильно сильно увлажненная чем удобно капиллярные маты для деток я их применяю именно для деток очень равномерно они детки увлажняются воду я выливаю примерно по центру но у меня очень ровно стоят поддоны поэтому я не волнуюсь что у меня она как-то перельется я снова выливаю по центру либо выбираю вот детку которую можно поднять ее убрать и вместо нее вот я наливаю потом ставлю ее обратно капиллярные маты очень упрощают полив скажем так но также есть конечно свои минусы если вот почему они применяют для взрослых растений потому что капиллярные маты все-таки требуют частого полива вот если например у меня растение растут на фитиле я налила себе у меня большие емкости литровые я вот налила туда воды но не касаясь полива взрослых растений примерно около месяца могу там иногда где-то что-то подлить потому что есть рта который больше воду пьет из которой меньше воду пьют но как бы в принципе все вот я налила в эти контейнеры для фитильного полива воду и забыла скажем так о поливе могу себе спокойно куда-то уехать могу заняться своими делами если вдруг я там или приболела или еще какие-то планы я не переживаю я знаю что у меня фиалки всегда полит и все с ними замечательно капиллярные с капиллярными матами история немножко другая полив убыстряется скажем так но не могу сказать что он упрощается за счет того что требует очень частых поливов у меня помещение очень много жарко особенно зимой очень много у меня батареи отопления соответственно очень воздух быстрее высушивается и на капиллярных матах у меня растения быстро высыхают соответственно я поливаю капиллярные маты часто мне это не нравится но как бы разместить то количество деток и укорененных листов которые у меня есть на фитиль невозможно скажем так ставить большие емкости с водой я не хочу это все таки влага не красиво не эстетично поэтому поэтому вот я обратила внимание на такие вот плюсы и минусы использовать капиллярные маты или нет вы решайте сами если вы все время находитесь дома у вас небольшая коллекция то думаю что капиллярные маты это удобно но если вы любите путешествовать отдыхать немножко заниматься как бы делами семейными домашними и так дальше то конечно я все-таки рекомендую фитильный полив всем спасибо за внимание если есть какие-то вопросы спрашивайте пишите комментарии я вам всем на все вопросы отвечу